Совещание в формате выездной администрации провел в поселке Загорянский глава округа Андрей Булгаков. Непростая территория, проблем здесь хватает, но они постепенно решаются. В жилом микрорайоне железнодорожного полка, это улицы Орджоникидзе и Димитрово, много лет не уделялось должного внимания обслуживанию коммунальной инфраструктуры, котельной инженерных сетей. Готовится принятие объектов на баланс муниципалитета. А этим летом возникла проблема с горячей водой. По поручению главы, усилиями межрайонного щелковского водоканала и местной управляющей компании, ее оперативно решили. Горячую воду дали, так что это уже, конечно, большой плюс. И мы хотим вас поблагодарить за то, что вы взялись решать проблему, которая уже очень много лет. То есть передачу котельной все-таки муниципалитету. Желаем вам удачи на этом пути и очень просим вас контролировать процесс. В ходе общения с главой жители попросили построить детскую площадку. На весь микрорайон нет ни одной. Договорились, что один из дворов включат в план комплексного благоустройства на следующий год. И территория станет городке настоящим местом притяжения. А на улице Бакинских комиссаров в Загорянском таковой уже является спортивная база. Ребята и взрослые играют в футбол, хоккей. Здесь же проходят праздники. Однако хоккейная коробка за годы эксплуатации почти пришла в негодность. Сейчас ее реконструируют. Будет многофункциональный объект для разных видов спорта. И заниматься можно будет круглый год. В спортивном городке поменяют освещение, установят скамейки. Завершение работ планируется к концу августа. Покрытие положили, асфальт. Установили борта и сетку. После этого у нас появится здесь буквально в течение двух-трех дней дожди, чтобы не помешали. У нас появится резиновое покрытие травма. Чтобы не было травм, оно будет... Травма безопасная. Травма безопасная. Здесь будет разметка. Покрытие это потом не как, когда заливать будем? Нет, оно термостойкое, оно уличное. С ним ничего не произойдет. Загорянские мальчишки, которые тренируются на спортивной базе, позвали главу округа и других гостей померяться силами в пробитии футбольных пенальти. Местный вратарь оказался на высоте. Забить ему гол смог только руководитель областного отделения молодой гвардии Александр Толмачев. Большие перемены в этом году во дворе дома 2 по улице Лесной в деревне Оболдина. Это отдельно стоящая пятиэтажка, которая когда-то принадлежала заводу лакокраска. Здесь полным ходом идет благоустройство дворовой территории. Строятся детская и спортивные площадки. Уже готовы автопарковка и контейнерная площадка. Кроме того, отремонтировано более 13 тысяч квадратных метров дорог по окрестным улицам Лесная, Советская, Ватутина. Жители довольны, но попросили добавить в перечень работ тротуар вдоль подъездной дороги к дому, которого здесь никогда не было. Спасибо, во-первых, за двор. Двор, конечно, 4 тысячи квадратных метров, это у нас большой. Парковка, придомовая территория, детская площадка, спортивная. Спасибо. Оболдинский сельский дом культуры был построен в 1932 году, но больше он не выглядит на свой возраст. Теперь это вполне современное здание, преобразившееся снаружи и меняющееся внутри. На нем полностью обновили кровлю, выполнили отделку фасада, укрепили цоколь. Запланирован ремонт системы отопления и водоснабжения. Для жителей Оболдина это единственный очаг культуры, который они любят и берегут. Гостям с гордостью показали исторический уголок и художественно-оформительскую мастерскую. Осенью все творческие коллективы вернутся в свой обновленный дом. Тимофей тут поет. У нас здесь вокальный коллектив, созвучие. Мы надеемся, что скоро опять начнем наше снова занятие, по которому мы очень соскучились уже в обновленной обстановке этого замечательного нашего клуба. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.